Семья Лидии заядла и путешественники. На их счету более десятка разных поездок по краю и даже миру. Поскольку в разных странах еда своя, бывали и случаи пищевого отравления. Кстати, их количество в Алтайском крае за последние пять лет стабильно растет. По наблюдениям врачей, примерно на 20%. Медики считают, что все дело в некачественных или немытых фруктах и овощах. Не миновало заболевание и семью Лидии. Этим летом мы ездили в Горный Алтай со всеми ребятишками. Отдыхали, получается, все лето. Никто не заболел, а вот под конец отпуска что-то, видимо, мы съели не то. Мы грешим на арбуз. В общем, появились первые такие звоночки, такие симптомы. Начала тошнота у всех появляться. А надо сказать, нам уже все, вот, нам завтра надо возвращаться домой. С родными Лидии все прошло хорошо. Все быстро приняли необходимые лекарства. Однако не стоит забывать о том, что с окончанием лета риск отравлений не уменьшается. После сезона отпусков люди возвращаются на учебу и на работу, где непомытые перед обедом руки или некачественный перекус также могут спровоцировать отравление. Что входит в симптомы пищевого отравления? Это рвота, это жидкий стул, это головная боль, это слабость, это затрудненное дыхание. Бывает даже с потерей сознания, смотря какой фактор возбудитель пищевого отравления. По словам врача, в легких случаях отравление можно лечить в домашних условиях. С этой задачей хорошо справляются средства из домашней аптечки – сорбенты. Например, полисорб. При пищевом отравлении я всегда говорю, что в первую очередь это водный баланс, водный режим. Это энтеросорбенты в первую очередь, но не травы. Да, эти травы помогают, но при ряде других заболеваний. Энтеросорбенты тянут на себя токсины, бактерии, которые вызывают возбудители пищевого отравления. И тем самым быстрее просто человек выздоровеет. Однако в тяжелых случаях врачи настоятельно советуют обращаться за медицинской помощью. А также напоминают, чтобы избежать пищевого отравления, важно соблюдать простые правила профилактики. Тщательно мыть руки, принимать пищу только в проверенных местах и следить за качеством и сроком годности продуктов. Таню Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком.